Летом 1911 года дачники, живущие около второй просеки, обратились к самарскому товариществу легкого пароходства с просьбой перенести пристань от четвертой просеки ко второй в целях большего удобства сообщения. Для этого товарищество обратилось к городской думе, которой теперь и предстояло решить, переносить или не переносить. О, ты взгляни на это небо, где меркнут ярких звезд огни, и мы, мы вместе, мы одни, нас в целом мире только двое. Нечто возмутительное происходит на так называемой субботинской просеке возле пристани на Волге, писала в июне 1911 года «Самарская газета для всех». Особенно же явные безобразия происходят в самом ее начале, возле дач Филатова, там, где образуется тупик. И вот в этом-то самом тупике приютилась бокалейная лавочка без крепких напитков, что не мешает, впрочем, и днем, и ночью заседать на террасе этой лавочки и внутри ее людям, потребляющим пиво и водку в самых неумеренных количествах. Хотя они делают вид, что пьют квас и фруктовые воды. Эта лавочка – форменный шинок, и в ней проводят целые часы купцы-бокатеи, отгородившиеся от всякой мелюзги крепкими каменными и деревянными заборами. И тут же возле дач Филатова, Новокрещеного и Моченкова с утра до вечера играют в Орлянку, сопровождая эти игры отборнейшей руганью, которая слышна по всей округе. Эти самые орлянщики изводят своей руганью дачников, которые приехали из города на это прекрасное лоно природы. Пора бы учредить на этой просеке постоянный полицейский пост, писала газета. А если такового нет, то хотя бы временный по праздникам, потому что это и есть самая беспардонная и безобразная просека. Откуда берет свое начало дачное воровство и разные другие хулиганства. Газета писала, а вот дачные порядки не спешили меняться. И возле дач Филатова по-прежнему собирались орлянщики, которые сопровождали свои игры самыми непристойными ругательствами, далеко разносившимися по всей округе. Иногда, впрочем, мимо них проезжал конный городовой, и игроки расходились, но вскоре собирались снова. По-видимому, несчастные дачники в субботинской просеке лишены покровительства законов, резюмировали газетчики. И предоставлены только самим себе доволе проведения. И, кстати, о газетах и газетчиках. На той же самой дачной пристани Филат-ФК много лет подряд на монопольных правах торговал газетами некий Павел Снегирев, который настолько ревниво оберегал свое монопольное право, что у него не однажды доходило чуть ли не до мордобития с другими газетчиками. Например, как-то на пристань явилась рано утром газетчица номер 63, которая взяла билет до барабашиной поляны. Снегирев же моментально взревновал и попросил матросов удалить газетчицу с парохода. Но та оказалась женщиной не из робких и стала громко протестовать, в результате чего разыгралась безобразная картинка. Газетчицу взяли под руки и стычками выпроводили с парохода, оставив без свежих газет дачников учительских дач и барабашиной поляны. Да уж, назвать жизнь газетного разносчика легкой было, ой, как трудно. Так, 4 июля 1911 года, около 9 часов вечера, возвращаясь после разноски газет на дачах на барабашиной поляне, жена газетного разносчика Варвара Гребенщикова подверглась нападению неизвестных хулиганов, которые ограбили ее и нанесли ей побои. А случилось это совсем недалеко от того места, где мы сейчас находимся, за Постниковым оврагом возле Волковских дач, совсем рядом с мостиком. И такие случаи были в этой местности совсем нередкими. Но мы, между тем, еще поговорим о том, как и чем жили сто с лишним лет назад самарские дачники. Надо сказать, что эта дачная жизнь была весьма разнообразной и пестрела разными событиями. Кстати, если у вас пока не было дачи, самое время ее приобрести, обратившись для этого на дачный участок, все той же Волковой. Здесь, на даче Волковой, вам могли предложить вновь выстроенные дачи номера, расположенные на высоком, красивом берегу Волги. И вот в этих-то номерах дачников ожидали прекрасный поварский стол, купание и замечательный летний отдых. Добраться же до этих новых дач можно было на конке всего лишь за один час из города. Кстати, надо вам сказать, что вопрос о том, как добраться до самой уютной дачи, был в это время далеко не праздным вопросом. Так, дачное пароходство в Самаре начала 20-го столетия было фактически монополизировано уже известным нам господином Филатовым, который поэтому мог повышать цену на проезд тогда и ровно настолько, насколько ему это хотелось. Так, если еще в 1909 году проезд от города до Барбашиной Поляны стоил всего лишь 9 копеек, то уже в 1911 за то же самое приходилось выложить не 10 и не 15, а целых 20 копеек. Причем проезд до ближайшей к городу дачи Наймушина стоил столько же. Ну а кроме того, поездки на утлых пароходиках филатовского общества были лишены всяческого удобства. Пароходы ломались, запаздывали, и то один из них, то другой терпел аварии. Давно пора бы речному пароходному надзору обратить внимание на работу пароходов филатовского общества. А городу позаботиться об удешевлении дачных поездок, писали газеты. А пока дачники, добирающиеся до своих участков по Волге, хлопочут о безопасности и считают монеты в своих кошельках, мы с вами заглянем на собрание дачников местности Барбашина Поляна, которое состоялось 10 июля 1911 года в час дня в здании летнего театра на этой самой поляне. На собрании рассматривался целый ряд безотлагательных вопросов. Первое. Вопрос об окончательном рассмотрении проекта устава общества благоустройства дач Барбашина Поляна. Второе. Выборы уполномоченных для представления устава на утверждение. Третье. Выбор состава правления на предмет переговоров с господином Шошиным об отводе площадки берегового пространства и о способе выражения благодарности этому же господину за продажу земли по удешевленным ценам. Заговорив о летнем театре для дачников на Барбашиной Поляне, мы не можем не сказать о том, что этот театр ни одного дня не стоял пустым. Насладившись сном до обеда и теплой Волгой, дачники приводили в порядок свои наряды, брали в руки трости и зонты от солнца и отправлялись в театр, чтобы пообщаться друг с другом, посмотреть спектакль, а также насладиться кофе и пироженами в театральном буфете. Так, 22 июля 1911 года в летнем театре на Барбашиной Поляне был дан концерт драматического тенора Доброхотова. Доброхотов исполнил арию и речитатив из оперы «Галька», а также арию из оперы «Жидовка». Если первая из-за тихарей была тепло встречена слушателями, то вторая была исполнена плаксива и прошла в целом бесцветно. Но настоящий курьез случился в заключительной части концерта, когда, исполняя романс барона Врангеля «Какая ночь», певец пустил петуха и испортил тем самым о себе всякое впечатление. А вот в бенефис артиста Николая Львова 24 июля в летнем театре на Барбашиной Поляне была поставлена пьеса Гольбе «Юность» и несколько шуток-водевилей. «Пьеса была выбрана крайне неудачно», – писал рецензент «Самарской газеты для всех». Представляла собой эта пьеса странный анекдот, который заканчивался не менее странным убийством из ружья. А вот шедшие вслед за пьесой шутки выдавили, позабавили публику и были встречены ею горячими аплодисментами. В заключение артисты и любители горячо поблагодарили бенефицианта за его талант и прекрасную человеческую душу, а также сделали ему скромное посильное подношение. А вот курзал Барбашина Поляна зазывал в то же самое время самарцев посетить единственный загородный ресторан, открытый до двух часов ночи. С террасы ресторана открывался замечательный вид на Волгу, а в самом ресторане звучала музыка в исполнении неаполитанского оркестра и работала бильярдная. Здесь посетители могли насладиться блюдами московского повара Дементьева и отведать пиво по цене 6 копеек за кружку. Пароходы до Барбашиной Поляны каждый час писали газеты. Так жили, отдыхали, а иногда и мучились самарские дачники столетия с лишним назад. Пели романсы, аплодировали в летних театрах, переплачивали монополистам втридорога. Никто из них даже не догадывался о том, что совсем скоро все их беды и проблемы покажутся только детскими играми, что все это была присказка, а не сказка. А вот сказка будет впереди. Нам песнь любви ракочут струны незримых арф. Воздушный пир Мы любим, счастливы, мы юны. Для нас вся ночь, для нас весь мир. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова